Когда я вышел из бункера, азербайджанский офицер прикурил две сигареты, по одной каждому из нас. И пока мы курили, он спросил насколько серьезно мое ранение. Я ответил, что мне тяжело стоять. И тогда он подозвал одного из своих подчиненных, который показал мне тромодол, и попросил разрешения сделать мне инъекцию, сказав, что это уберет всю боль и я смогу нормально стоять. Об этом рассказал армянский военнослужащий по имени Айк, отряд которого попал в плен в Сугову-Шане. По его словам, после инъекции обезболивающего, между ним и азербайджанским офицером завязался разговор. Он спросил, чувствую ли я себя лучше и почему я такой упрямый. Азербайджанец сказал, вот что случится, через 30 минут мы уходим и сюда придут наши войска. Даже если у вас в бункере 20 человек, у вас нет никаких шансов сражаться с нашими. Ладно, вы убьете пятерых наших солдат и раните еще 10. Но я уверяю тебя, у вас абсолютно нет шансов. Нет смысла погибать здесь. Мы отправим ваши тела к вам на родину, если вы этого хотите. А если нет, то позвольте забрать вас в Баку. Я обещаю, что никто вас не тронет и не будет обращаться неуважительно. Когда я столкнулся с реальностью, то понял, что этот народ умеет сражаться. Нам не следовало недооценивать их. По моему мнению, это было самой большой нашей ошибкой. Никогда не следует этого делать. Мы шли на ту войну, принижая способности врага. Заключил армянский солдат.